Добрый вечер! В эфире Тагилтв. Итоги дня. Мои коллеги Ямарина Хрусталева готовы рассказать о событиях четверга. Изобразивший 20-метровое граффити на фасаде дома номер 28 на улице Фрунза, автор рисунка на стенах школы Воскресения Христова Илья Вьюгов представил главе города новые проекты. Появятся ли новые красочные полотна в Нижнем Тагиле. 44-я школа отмечает 55-летний юбилей. Чем живет образовательное учреждение и чем гордится, расскажем сегодня в выпуске. В седьмой школе открыли отремонтированный спортивный зал. Строители привели в порядок прогнивший полусистему отопления. Какие впечатления у учеников и учителей? Глава города Владислав Пинаев подверг критике работу дорожных организаций по уборке проезжей части и тротуаров после первых снегопадов. Поводом для жесткой реакции стали многочисленные жалобы тагильчан в социальных сетях. Почитаю, сколько жителей диджер Тагила. Какой балл поставили? Я скажу 47 процентов. Коп! И правильно сделали. Вот это оценка нашей работы. Кто-то там предвзято, но большинство пишет абсолютно правильно. Это оценка, еще раз повторюсь, простых людей, которые ездят по дороге. На плохое состояние дорог указывали жители всех трех районов, особенно Дзержинского и Тагилстроевского. По мнению Владислава Пинаева, объективных причин того, что подобная ситуация сложилась, нет, указав на низкую исполнительскую дисциплину. Поставлена задача сделать соответствующие выводы и не повторять допущенных нарушений в дальнейшем. Осадки в виде снега синоптики прогнозируют уже в ближайшие дни. Контролировать дорожников глава города намерен лично, в том числе в выходные дни. Изобразившие 20-метровое граффити на фасаде дома номер 28 на улице Фрунзе. Автор рисунка на стенах школы Воскресения Христова Илья Вьюгов представил главе города новые проекты. Возможно ли их реализовать и как они изменят город, знают наши корреспонденты. Глава города Владислав Пинаев встретился с начинающим художником Ильей Вьюговым. Темой обсуждения стали проекты юноши по благоустройству города и перспективы их реализации. Пришел с инициативными проектами, с инициативными идеями, чтобы продвигать и вообще, чтобы город процветал. На встрече Илья Вьюгов представил Владиславу Пинаеву свое портфолио. Юноша предложил мэру сделать ярче фасады жилых домов и образовательных учреждений. Убрать серость из города художник предложил с помощью световых решений. Илья представил проект подсветки зданий при помощи проекторов. Я с удовольствием эту инициативу поддерживаю. Откровенно говоря, сегодняшний разговор мне, честно говоря, очень понравился. Есть перспективные планы, есть идеи. Для этого надо будет, конечно, немножко поднапрячься всем. Но я думаю, что у нас есть все возможности реализовать те проекты, о которых мы сегодня проговорили. Я думаю, что в ближайшее время мы реализуем один проект и украсим все-таки наш завод-музей. Если все-таки с проекторами все у нас получится, а у нас других вариантов нет, то город приобретет действительно красивый арт-объект. Он и так есть, но с точки зрения светового решения, это будет совсем немножко другое дело. Хорошо, действительно, очень информативно, очень знаковая встреча, я думаю. Вообще переломный момент в культуре города, я считаю. Другого не могло быть. На самом деле намерение есть твердо преображать город. Так что я думаю, будем продолжать. Приступить к реализации задуманного художник намерен в ближайшее время. Остается решить вопрос с финансированием и подготовить проект. Полина Зорина, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагилл ТВ. Среди ее выпускников – врачи, юристы, педагоги и даже актеры. Ее ученики, учителя, победители и призеры различных конкурсов городского и всероссийского уровня. 44-я школа отмечает 55-летний юбилей. Чем сегодня живет образовательное учреждение и чем гордится, расскажет Полина Зорина. Я школу так свою люблю и оду в школе пропою. Прекрасней школы нет на свете, об этом знают наши дети. Просторны коридоры, классы. И школы уровень потрясный. Педагогический состав предпадает нам высший класс. Они добре и так любезны. Уроки очень интересны. А директор наш умен, любознателен, мудрен. Школу любим – это правда, в сердцах наших навсегда. Спасибо вам за наши знания и за школьные года. Оду в школе Валерия Ковальчук читает наизусть и с выражением. Образовательное учреждение, которому девушка посвятила произведение, отмечает юбилей. 44-я школа была основана ровно 55 лет назад. В 2009 году образовательному учреждению было присвоено почетное имя народного учителя СССР Лавровой Галины Даниловны. Она посвятила педагогическому труду более 35 лет. И выпускниками стали более 600 человек. Сейчас в 44-й школе получают знания более 700 учеников. Помимо образовательного процесса, школьники активно участвуют во внеурочной деятельности. Готовятся к мероприятиям, организовывают концерты. Праздничное торжество, посвященное 55-летию школы, не обошлось без их участия. Я от всей души поздравляю всех выпускников, ветеранов, действующих коллектив. Еще раз спасибо вам огромное за ту большую работу, которую вы проводите. Ожелаю новых возрастей и успехов на движение. Только вперед. С праздником! С юбилеем! На юбилей школы встретились выпускники, родители и педагоги образовательного учреждения. Сейчас коллектив 44-й школы насчитывает более 50 педагогов. 10 из них когда-то сами были учениками этого учреждения. Желание стать педагогом, мне кажется, было всегда. Это и любовь к детям, желание учить подрастающее поколение, не только учить, но и воспитывать. Желание быть похожей на лучших педагогов. Таким авторитетом для меня была моя учительница и классная руководительница Кулешова Елена Юрьевна. Своим примером она заражала нас вот этой учительской профессией. Среди выпускников 44-й школы и доктора, и юристы, и актеры. Многие ученики уже сейчас задумываются о будущей профессии, а педагоги им активно помогают. Все дети по-своему талантливы, и каждый ребенок амбициозен в плане, наверное, своей будущей профессии. И если он, допустим, хочет быть актером, он пойдет в театральный кружок. Если он хочет быть вокалистом в будущем, то он будет заниматься вокалом не только в городских каких-то кружках, но и здесь в школе участвовать в мероприятиях, и также танцевальные и другие направления. В школе работает 20 творческих коллективов, кружков и секций. Не первый год в школе реализуется проект «Детское движение. Новая эра». У нас есть танцы, тэквондо, ДПИ было раньше. Театр мод у нас есть. Потом про дорожное движение, про пожарную безопасность у нас тоже есть такое объединение. Учащиеся 44-й школы участвуют в благотворительных проектах и социальных акциях. А сейчас активно готовятся ко Дню Матери и новогодним елкам. Полина Зорина, Михаил Корзняков, Михаил Хрюков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Весной этого года был запущен добрый челлендж для фонда «Живи, малыш». Это своеобразная эстафета добрых дел, в которой приняли участие уже несколько сотен неравнодушных тагильчан, в том числе и сотрудники администрации Нижнего Тагила. Подробнее в репортаже Николая Палкина. Здесь фотографии всех ребятишек, которым была оказана помощь благодаря всем неравнодушным людям с разных уголков Российской Федерации. Это очень важно, что и люди помогают с разных уголков, и что ребятишки из разных городов. Сегодня под опекой фонда «Живи, малыш» 40 семей неизлечимо больных маленьких тагильчан. Для того, чтобы обеспечить детей подгузниками, пеленками, шприцами, катетерами и другими расходными материалами, фонд тратит ежемесячно более 50 тысяч рублей. Весной этого года была запущена акция «Добрый челлендж», в рамках которой жители Нижнего Тагила собирают предметы гигиены и передают в фонд. В ней приняло участие уже несколько сотен человек. Данную акцию весной этого года запустило агентство новостей «Между строк», и в ней уже на сегодняшний день приняли участие более 20 организаций города, и около 10 организаций готовы еще принять участие в дальнейшем. То есть они уже, в принципе, приняли этот челлендж и начинают подготовку, сбор необходимых вещей. Сотрудники администрации Нижнего Тагила активно подхватили эстафетную палочку добра. В кратчайшие сроки были собраны необходимые для больных детей вещи и сегодня отправлены в фонд. Очень важно, что сотрудники администрации подведомственных учреждений, практически 35 учреждений муниципальных приняли участие в данной акции. Я выражаю огромную благодарность всем, кто откликнулся. Я думаю, что это не последняя акция, в которую примут наши коллеги, и в следующий раз их будет еще больше. Сотрудники мэрии Нижнего Тагила передали эстафету добра администрации горнозаводского управленческого округа. Николай Палкин, Игорь Харьков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. В седьмой школе открыли отремонтированный спортивный зал. Строители привели в порядок прогнивший пол и систему отопления. Чего еще не хватает школьникам для занятий спортом, узнал Александр Мешков. Седьмая школа – одна из старейших новогонки. Она открылась в 1935 году. Здание спортзала достроили в 1958. Лет 15 назад его пытались перевести в порядок вместе со всей школой, но хватило только на косметический ремонт помещения. Раньше был спортзал очень в плохом состоянии. Был пол где-то сломан, где-то все сгнило. Были решетки сломаны, не было натянутой сетки. Строители отремонтировали спортзал за два месяца. В это время дети занимались физкультурой на улице, в актовом зале, а также изучали теорию на уроках в классах. Обновленному спортзалу они очень рады. Тут стены были не покрашены. Вот эти зеленые стены, они были просто бежевые, и пол был совершенно другой. Он был просто бежевый. И краски такие все были такие, и швырканные всякие. А сейчас стало очень красиво. В седьмой школе учатся 650 детей. По вечерам они занимаются в спортзале баскетболом и тэквондо. На тренировки приходят ученики из других школ – 9, 95 и 70. Еще мы спарринги устраиваем, чтобы потом в нужный момент защитить себя. Открывая обновленный спортзал, школьники подготовили показательные выступления, доказав, что любят заниматься спортом. Очень много ребят, которые живут в окружении школы номер 7, любят спорт. Это видно потому, как дети в свободное время проводят время. И, в общем-то, та площадка, которая есть, она не отвечает требованиям. Она маленькая, она не обустроена. Александр Мешков, Михаил Корсняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Телекомпания Тагил-ТВ продолжает совместный проект с городским дворцом детского и юношеского творчества. На этот раз наши корреспонденты побывали в гостях у театра студии «Зеркало» и узнали, чем занимаются в ее стенах юные служители мильпомены и какой сюрприз готовят для тагильчан. Полина Зорина расскажет подробнее. В этом году театру студии «Зеркало» исполнилось ровно 20 лет. За это время педагоги и коллектив проделали большую творческую работу, посетили множество фестивалей и представили зрителям сотни постановок. Новый творческий сезон тоже начался плодотворно. В студии очень много нового. Например, проект, который рождается у нас сейчас. Мы с ребятами были на международных театральных мастерских, и там ребята открылись невероятным. Я просто любовалась на них там. И когда сюда приехали, говорю, ребят, ну поделитесь, пожалуйста, то тем, чему вы там научились. И вот уже второй месяц эти ребята проводят занятия, которые там с ними проводили мастера. Воспитанники студии самостоятельно устраивают мастер-классы и передают товарищам свой опыт. Тему и программу для занятий ребята тоже придумывают сами. В этом году мы с театра студии «Зеркало» съездили на международную театральную школу, в которой нас разделили на мастерские. Я был на мастерской у прекрасного человека. Там занимаюсь сценческой речью. А сейчас мы занимаемся документальным театром, который ведут тоже ребята, которые ездили с нами на СТД. Документальный театр бывает разным, но весь он заключается, ну как бы основывается на том, что люди рассказывают какие-то истории через призму монолога, то есть вот те, которые реально произошли. Актер должен уметь все. Именно к этой цели идут воспитанники театра студии «Зеркало». Учатся красиво двигаться, говорить. Даже сценический бой изучают самостоятельно. Мы концом палки рисуем знак бесконечности. Но из-за того, что у нас держит только один большой палец, она проворачивается и делает ровно вдоль. Вдоль, 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 вдоль. А потом мы потихоньку со временем, когда освоили, начинаем ускорять. Сценическое движение, по сути, как актерский раздел, он слишком большой. Мы обхватываем минимальную часть и берем каждого помаленьку. Это балансы. Баланс стабилизирует твое внимание и заставляет концентрироваться. А также делает... Человек начинает понимать, что каждое мини-движение, которое он проявляет при том же балансе на пальце, когда палка находится вертикально, это затрагивает его и мешает ему концентрироваться. И поэтому он начинает контролировать и пытаться установить его стоя и неподвижно. На занятиях происходит что-то невообразимое. На одной из площадок оживает даже картина Ван Гога благодаря движению и звукам. Это ребята тоже придумали сами. Помимо основных профессиональных навыков, юные артисты учатся правильно взаимодействовать с партнером. Здесь мы учимся работать с партнером, взаимодействовать с партнером. Также осваиваем какие-то танцевальные элементы, разные приемы, тренинги, связанные с ориентированием в пространстве, взаимодействием с пространством и изучением себя с новой стороны. Эти тренинги – лишь небольшая часть постановок, которые ребята тоже подготовили самостоятельно. Результаты их плодотворной работы тагильчане смогут оценить 10 ноября на сцене городского дворца детского и юношеского творчества. Полина Зорина, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости ТГИЛ ТВ. Такова информационная картина этого дня. Мне остается лишь напомнить – делайте новости вместе с нами. Звоните по телефону 4195-51 или оставляйте сообщения ТГИЛ ТВ в социальных сетях. На этом моя часть выпуска завершена. Далее мои коллеги познакомят вас с новостями экономики и спорта. С вами была Марина Хрусталева. До свидания. Официальный курс доллара США на завтра, 8 ноября, 63 рубля 72 копейки. Евро – 70 рублей 54 копейки. В банках Нижнего Тагила самовыгодный курс продажи американской валюты – 63 рубля 95 копеек. Единоевропейская – 70 рублей 90 копеек. Реализовать доллар США можно за 63 рубля 60 копеек. Евро – за 70 рублей 40 копеек. Глава города Владислав Пинаев встретился с тагильскими спортсменками Анной Возмиловой и Юлией Тагильцевой. Девушки показали в этом году блестящие результаты и добавили в копилку медалей города награды самых высоких проб. В упорной и честной борьбе воспитанница спортшколы Тагилстро Юлия Тагильцева завоевала серебро чемпионата мира по кикбоксингу в дисциплине «Лайтконтакт». Он проходил в Боснии и Герцеговине. Тренирует спортсменку заслуженный тренер России Илья Яговитин. Первый бой боксировала со спортсменкой из Хорватии. Выиграла ввиду явного преимущества в третьем раунде. Второй бой боксировала со спортсменкой из Норвегии. Это уже был полуфинал. Выиграла тоже 3-0 по решению судей. Но в финале встретилась со спортсменкой из Венгрии. В финальном бою со спортсменкой из Венгрии Юлия не хватило до победы двух баллов. И тагильчанка завоевала серебро. У Анны Возмиловой, воспитанницы спортшколы «Юность», тоже блестящие спортивные перспективы. В этом году она выиграла три мировых турнира по пауэрлифтингу. В этом году мы побывали в трех странах. Это Япония, Швеция и Канада. В Японии мы были на первенстве мира по жиму и жиму классическому. В обеих дисциплинах я заняла первое место. А также в дисциплине жим я поставила рекорд мира – 136 килограмм. Далее – Швеция. Там Анна Возмилова стала первой в приседе. А в Канаде на первенстве мира среди юниоров она заняла первое место в весовой категории до 84 килограммов. Тагильчанка показала лучшие результаты во всех видах силового троебория. И по сумме значительно опередила серебряного призера из сборной Соединенных Штатов Америки. На ее счету 15 рекордов России, два рекорда мира и один Европы. Тренер Анны Сергей Шукуров рассказал, что его воспитанница готовится выступить на первенстве Европы, которое пройдет в Литве 28 ноября. Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильских спортсменок с блестящим спортивным сезоном. Это показатель, к чему надо стремиться. Но это, конечно, имидж Нижнего Тагила, как города спортивного. Поэтому я много раз говорил, что сегодня нас ассоциируют с промышленностью, но на самом деле достижения наших спортсменов не менее важны и тоже достаточно значимы на мировом уровне. Николай Палкин, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Новости Тагил ТВ Новости Тагил ТВ